Это будет неправильно, если наш опорный университет останется в стороне от разработки стратегической программы. Поэтому я предлагаю подготовить здесь группу специалистов. Нам надо более серьезно подойти к организации математического образования в средней школе. Это вообще, наверное, все-таки математика, это базис. У нас в России практически полная сегодня прореха, связанная с подготовкой специалистов области 3D-технологий. Надо подумать, может быть, как раз это та ниша, которая сегодня не занята. Это и геологический парк в Гирвасе, это и наши сейды, наши горы, товары и так далее. Вот эти все позиции, которые сегодня надо изучать, потому что надо туда экспедиции направлять, может быть, вместе с другими университетами и дальше продвигать эти бренды. Я сам недавно узнал, что у нас, например, на территории Карелии похоронен гуру всей мировой металлургии. Русско-своим? А мы, что у нас там сегодня автостоянка. Место, где одним из первых был установлен генаппарат, место, где были проведены одни из первых в Российской империи очень сложные операции на щитовидной железе. Там, конечно, запустение сейчас полное, но, может быть, мы как-то вместе подумаем, привлечем и Министерство здравоохранения России, может быть, нам как-то вместе там что-то восстановить. Зонежье – это, собственно, эндемичный, уникально сохранившийся древнерусский мир, понимаете, со своим языком, со своими обычаями, с сохранившейся всей былинной тематикой. Может быть, это будет такая совместная работа над созданием этнодеревения. Завод «Смаш» – это, по сути дела, одно из уникальнейших сегодня сохранившихся предприятий в области крупного литейного производства. У нас есть идея создания центра инновации. И я думаю, что тоже здесь надо отдельно посмотреть, чтобы университет здесь не остался в стороне. Я готовлю письмо о том, что деревянное судостроение недооценено с точки зрения возможности использования для российской науки. Очень интересная ниша для Росгидромета, для Минобороны. Нужно, чтобы это не умерло, понимаете, чтобы, может быть, именно Петрозаводский университет стал таким центром вот этих исследований, связанных с походами там и на север, и там, куда угодно, там, да, и кругосветки и так далее. Очень интересная тема – это цифровой город. Я бы обозначил его больше как цифровая республика. То есть это фактически внедрение цифровых технологий в систему государственного управления. И я бы предложил здесь вместе создать вот эту программу. Продолжение следует...